События, конечно, исполняются спустя 10 лет. Это касается обложки The Economist, о которой я говорил ранее, снимал видеоролик 12 октября. Там, где Хамас сражался с Израилем. И это было еще известно в конце 2012 года. Если мы говорим про текущие реалии, то получается, что обложки, которые есть сейчас, а именно их события, могут все-таки быть реализованы спустя некоторое время. 2, 5, 10 лет. И сегодня мы поговорим о 2024 году, о новой обложке The Economist, которая в целом ориентирована даже не на криптовалюты, а на фиатные валюты. Но есть отсылка к цифровизации и к криптовалютам. И также здесь в целом обложка будет нести политический характер. А я просто расшифрую без мнения по той или иной стороне. Потому что есть люди, которые яро занимают позицию той или иной стороны. Я просто здесь нейтрально разберу обложку и разберу, что здесь изображено. Потому что это действительно очень интересно. Но давайте начнем. Мир впереди 2024 года. Здесь посередине у нас изображены часы песочные. Остается треть времени. Это говорит о том, что большая часть времени потеряна. И остается довольно-таки очень мало. Внизу у нас бюллетени. А это означает скорее всего выборы. Выборы, которые будут в 2024 году. Прежде всего в США. И также внизу изображены Байден и Синь Цзиньпинь. И также сферы влияния на часть земного шарика. Здесь в частности мы видим это южнее Америки. Материк находится на него. Будет производиться значит влияние. Вот он. Где находится Бразилия, Венесуэла, Колумбия. В частности речь идет о значит этом материке. И идет о Австралии. И в частности даже Индонезии, Малайзии, Филиппинах. И других таких более, вернее даже менее значительных государствах. То есть в плане того, что суши у них мало, населения меньше. И соответственно они не играют ключевую роль в геополитической борьбе между значит Китаем и США. Также здесь изображены сторонники конфликта. Путин и Зеленский. И также у нас есть выделение цветов. Это красный и синий. И которые в принципе будут по ходу разбора обложки нас как бы вести. Но и после небольшой рекламной паузы мы приступим к глобальному разбору обложки. И разберем что же здесь указано. Оставайтесь. Зарабатывать можно не только на росте крипты, но и на ее падении. А благодаря проекту xbull.eu можно перестать волноваться за курс криптовалюты. Вообще и быть уверенным в плюсе для себя ежедневно. Потому что xbull гарантированно выплачивает от 3 до 12% в сутки. На ваш вклад с помощью системы смарт-трейдинга. Я сам бы не верил в столь высокий доход, если бы не проверил лично. Но сейчас инвестировав в xbull.eu уже более 3000 долларов, я со всей ответственностью заявляю, это лучшая система для пассивного долгосрочного дохода на рынке крипты. Построенная с четкой стратегией инвестирования и получения дохода, где все прозрачно и просто для каждого инвестора. Переходи на xbull.eu через ссылку в описании ролика и сделай свой шаг вперед к надежному умножению капитала. Но что касается значит разбора, здесь мы видим, что к времени подвязаны значит следующие смыслы. Это голубь, это означает мир и слева у нас ракеты, это означает конечно же война. Здесь, что самое интересное, Зеленский на фоне красного фона, а Путин на фоне синего. Ну и соответственно здесь над ним голубь мира. Это означает, что Путин по-видимому хочет мира. И он бы не против сейчас начать переговоры и закрепить те территории, которые он забрал. Но стоит отметить, что Зеленский этого сделать не может. Потому что конституционно закреплено и введен в частности закон, который запрещает переговоры с вражиной. Поэтому здесь мы видим, что это невозможно. Также мы видим, что над головой Зеленского здесь указана женщина с косой. Либо это новая политическая фигура, либо это фигура, которая в частности будет в США и будет иметь какое-то давление на него. Потому что здесь мы видим Дональда Трампа с, кстати, значит, вопросительным знаком. И почему-то очень странно, почему здесь вопросительный знак. Ведь здесь, понятное дело, что эта фигура и тень Дональда Трампа изображена. А вот по поводу женщины здесь не совсем понятно. Либо это женщина, которая непосредственно будет в 2024 году выбрана в Украине или возглавит, значит, Украину. Либо же это женщина, которая возглавит президентство США. Потому что здесь изображен Дональд Трамп. Если мы говорим про кандидаты в президенты, то, соответственно, президентские выборы в США, они будут, значит, в следующем году. И есть у нас уже официальные кандидаты в предвыборной гонке. Это Марьяна Уильямсон. Это единственная женщина, которая, в принципе, здесь будет принимать участие в выборах. Возможно, есть и будут какие-то еще. Например, такие, как Виктория Спарц. И, кстати, я объясню, почему. Но также, определенно, ключевые фигуры, которые будут в 2024 году в выборах и которые, скорее всего, попадут во второй тур финальный. То есть мы увидим это Джо Байден и Дональд Трамп. То есть это определенно две фигуры. У Дональда Трампа, как по мне, рейтинг больше, потому что его сейчас просто преследуют. И да, хотят, в принципе, скажем так, посадить в тюрьму. И на фоне этого Илон Маск даже заявил, что это просто поднимает ему рейтинг. И ему даже ничего не нужно делать и обещать особо Дональду Трампу. И получается так, что, скорее всего, Дональд Трамп и Байден будут бороться за кресло. И в итоге кто-то из них один победит. А другие фигуры, ну, навряд ли пройдут даже в второй тур. Если мы говорим про Турис Паркс и каким-то образом, если она может это сделать, да, хотя у нее косы, кстати, нету. А женщина в за икономисце все-таки изображена с косой. То здесь мы видим, что она родилась вообще в Черниговской области, в Украине. И она из партии республиканской. То есть она, возможно, возьмет власть в свои руки, если Дональда Трампа не изберут. Или же, значит, она будет альтернативой. Но, как по мне, на самом деле ее также в Америке особо и не знают. Но нужно понимать, что она стала первым официальным лицом США, посетившим Украину на фоне российского вооруженного вторжения. И также здесь она призвала руководителя офиса президента Украины уйти в отставку, а украинские власти провести расследование о его деятельности. Еще идет у Ермака. И также вот здесь, в свою очередь, выразила беспокойность по поводу непрофессионализма и коррупции на Украине. То есть здесь может быть такое, что если она каким-то образом будет влиять, влиять, конечно, на Зеленского, хотя здесь нужно отметить, что у нас квадрат синий, ну, это, как по мне, мир, да, то есть это положительная фигура, то есть здесь указан Дональд Трамп, да. Но если Дональда Трампа не изберут и будет Байден, то все может измениться. Поэтому здесь, видимо, и знак вопроса. А вот если у нас будет женщина, да, и в частности, либо это будет Виктория Спарц, либо же это будет женщина, которая будет избрана каким-то образом в Украине, это новая фигура, хотя, как по мне, в Украине, ну, кто может быть выизбран? Ну, Тимошенко, и, ну, наверное, больше все. Ну, кстати, Тимошенко с косой, поэтому все может быть. И вот здесь тоже красный квадрат, соответственно, здесь, как по мне, все продолжится, как и было, то есть конфликт будет продолжен. Также справа мы видим спутник, значит, ракеты, и здесь квадратики и неизвестность. Видимо, это на случай какого-то запасного хода, да, что же будет, да, если здесь у нас, в принципе, произойдет развязка того, кого изберут, да, либо это будет эскаваться и будет что-то посерьезнее. Ну, и здесь андроидный коллайдер, тоже ракета, стороны Зеленского и неизвестность. Также дальше мы идем, что здесь изображен монитор, глаз. Возможно, это речь идет о СМИ или же о большом брате, который за нами будет следить, о государстве. И, соответственно, также мы видим красный проводок и синий, и он подключен к мозгам. Ну, соответственно, будут, скорее всего, использовать тактику разделяя и властвую, то есть одних людей будут прошивать им мозги, то, что это плохо, то, что, например, сейчас происходит, а другим будут прошивать мозги, то, что это хорошо, да. Ну, то есть, например, как в России прошивают мозги, то, что вот мы хорошо, мы пришли защищать там народ, но то, что там разрушаются города, как бы никто ни о чем не говорит, да. И вот плохо это то, что, в принципе, то, что это война, к нам пришли, значит, вот эти завоеватели, и таким образом, то есть людей будут стравливать, грубо говоря, да. И СМИ на это будет влиять, то есть по двух сторонам, то есть получается, что людей скравливают, и получается, что люди идут и убивают друг друга. Ну, то есть получается, что СМИ будет, в принципе, решать в этом, ну, ключевую роль. Также, что нужно к ней, что справа, получается так, что у нас падают, значит, валюты, это доллар определенно, это евро, это иена, и получается, что падение будет довольно-таки неплохим, и здесь даже его окончания не видно, хотя здесь вот после достигания довольно-таки низкой точки у нас есть отбой, и вот здесь вот непонятно, будет оно восстанавливаться или нет. Но определенно то, что здесь указано, то, что это будет падать, то есть у нас валюты будут либо потихоньку доллар, евро терять свою ценность, в итоге это все перерастет в цифру, потому что сейчас уже внедряют CBDC, как бы там кто ни говорил, и получается, что эти валюты потом уже ценности вообще никакой не будут иметь, но могут, в принципе, и как-то восстановиться, но это в зависимости от того, как дальше будет развиваться событие в мире. А вот по поводу мира мы видим, что здесь указан Байден, указан Синьцзиньпинь, и их влияние, влияние, соответственно, немаловажно, то, что здесь это влияние в следующих странах представлено, то есть именно в континентах, это Австралия, страны Синьцзиньпинь, и страны Байдена, это материк, где расположены следующие государства, это Бразилия, Суринам, Миннесуэла и другие. И, по-видимому, это, скорее всего, ведет к тому, что эти страны будут устанавливать свое влияние, или же будет борьба за ресурсы, потому что здесь мы видим, что есть ресурсы определенные, и обозначены эти страны. И эти страны, и эти континенты обозначены как и со стороны Байдена, так и со стороны Синьцзиньпиня. Это две, скажем так, страны, которые имеют доминирование в мире, и они за это доминирование и за ресурсы будут бороться. Со стороны Байдена, значит, мы видим, что здесь у нас ветер, ветряк такой изображен, и энергия, ну, то есть это вырабатывание энергии, это зеленая энергетика, зеленая повестка. Со стороны, значит, Синьцзиньпиня у нас изображен климат, значит, высокая температура, пожары, и, видимо, переход полностью на электромобиль. Возможно, либо мир в целом, либо Китай в этом плане хорошо преуспеет, и по поводу машин с двигателями внутреннего сгорания откажется быстрее всех. Ну, то есть, как мое предположение. Но в итоге все придут к этому, чтобы пересесть на электромобиль, потому что здесь написано, ну, нарисован электромобиль, вернее, просто автомобиль, а внизу такая вот батарея. И, кстати, эта батарея больше, чем со стороны Байдена. Ну, видимо, то есть, ветряки, они вырабатывают не столько энергии, не столько, не такую мощность, и вот имеют такую маленькую, скажем, батарейку, такой маленький квадратик, в отличие от, значит, электромобиля, да, которому нужно больше энергии, чтобы проехать, чтобы зарядиться и так далее. Но в целом мы видим, что из-за климата, то есть, всех заставят, как бы, пересесть на электромобиль, как по мне. А вот что касается, я немного пропустил вот здесь, такие ящики, да, очень похожи на контейнеры, синие, серые, красные, да. Возможно, речь будет идти у логистики, да, возможно, в мире, и с этим, возможно, столкнуться с этой проблемой. Почему-то, потому что она переходит в красный круг, и здесь по итогу у нас ждет неизвестности. Все это, видимо, завязано на выборах и на влияние двух господствующих государств в мире. То есть, здесь, как по мне, изображена логистика. Поэтому вот такой разбор. В целом, конечно же, здесь нам говорят, то есть, из всего, что здесь есть, я понял, это то, что определенно с цифровыми валютами, то есть, здесь, как бы, мир будет торопиться, да. То есть, и по сути, вот евро, доллары, в целом иена, даже китайская, они будут терять свою ценность, свое доминирование, и в итоге это все будет переключаться на цифру, да. То есть, даже речь здесь не идет о долларе в целом, да, потому что, если доллар потеряется во всем мире, да, то это война, да, то есть, потому что, ну, Америка всем навязала доллары, ну, доллар это единственное, что есть у Америки, скажем так. Поэтому вот такой разбор, поэтому вот единственное, что хочется отметить, что здесь вот это время, которое изображено, видимо, либо это прохождение украинского конфликта, которое, ну, в принципе, изображено в рамках того, что времени остается мало очень до завершения, либо эти часы просто можно будет потом перевернуть и начать новую эскалацию, то есть, как по мне. Но в целом мы видим, что действительно речь идет о влиянии, о климатической повестке в мире, о валютах, о СМИ, о зеленой энергии и о ресурсах. Это определенно говорит нам о том, что борьба продолжается и, кстати, что самое интересное, здесь Израиль никак изображен не был. То есть потенциально, возможно, где-то здесь будут вспыхнуты новые либо климатические изменения и будут трясти эти континенты, либо же будут какие-то войны и все это будет битва за ресурсы. То есть отчасти даже это можно расшифровать еще так. Ну а с вами был Криптофтьев, Симов Симка и до новых встреч. При желании делать большой профит на криптотрейдинге лучше в партнерстве с профессиональными трейдерами в проекте xbull.io. Я и сам вложил уже 3000 долларов, ссылка под роликом в описании.